Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня второе число и, как вы помните, сегодня мы делаем рентген Пуми. Посмотрим, как у нее все заживает. В прошлую пятницу мы сняли швы и сейчас будет известно, срастаются ли кости хорошо, и все ли там правильно идет, либо все-таки вся нога держится до сих пор на пластине. Покажем вам обязательно снимок, все расскажем. И сегодня будет прививка первая. Прививка первая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Свет, я подниму, но ты учитывай, что поскольку мы с ним не знакомы, я оказать помощи много не смогу, только в жесткой форме. Нам нужно сейчас положить ее на спинку. Разрешу? Да. Вон как она выросла, послушайте. Я же ее в два раза меньше не делала. Малыш, ты прям. Не бойся, мой хороший. Все хорошо. Давай, выходи. Все хорошо. Ты милая. О! Угу. 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 Смотрите, у нас там... Сейчас идет. Семь, ага. Угу. 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 Выдвигаете за заднюю лапу. Угу. Катя, да, по-моему? Да. Передняя. И аккуратно поворачиваем сначала на бочок, потом тихонечко переворачиваем на спину. Восемь, хорошо. Так, эта лапа у нас передняя. Аккуратненько поворачиваем на спинку. Так, вот. Аккуратим ее. Так. Поднажмите, чтоб загорелся красный огонёк сначала просто. все снимайте давайте пусть она здесь посидит хорошо сладкий мальчик такой послушный такой спокойный да только разве что ругаемся ты мой хороший ты моя радость все хорошо все хорошо посмотрим как твоя лапка ну да в принципе на для дикой кошки практически ручная то есть дикой сейчас пока держите лапу я схожу наберу вакцину а зачем лапы держать сейчас чтобы не фиксировать снова чтобы не фиксировать помощь ты молодец такой сильный вот такой терпеливый я выбрал все врага тетя тетя врач злой да вроде нет из-за этого можно ящик но она пока еще очень такая ну рыхлая действительно такие вот еще рыхлые совершенно ткани она срастется просто еще рано пока но у нее в принципе останется эта конструкция я так понимаю мы снимать ее не будем она уже на мясном прикорме да да но мясо и молоко тоже в основном мясо конечно хорошо ну то есть сейчас она начала получать мясо потому что у нее вот это вот явление гиперпаратириоза такого да еще нужно проходить начнет классификация костей будет лучше сажать так успокоен да молодец хорошо справа хороший кот одного врага выбрал и все да тогда его хорошего пусть и плохие пошел Вик ну что он понял все вышел домой теперь молодец ты мой мальчик такой хороший послушный да такой ласковый котик ласковый кот довольный урчим вручащая пеома только трактор милый твой все кушать сейчас молочко будем молочко будем кушать и реветенок хорошее мальчик все долго Куняш, расскажи, куда ты у нас едешь? Смотрите, с кем едет. А, Куняш, куда ты едешь? Куняша начал доставать миссу, прям конкретно доставать, и начал ругаться с Пумой. Говорит, Куняша прям орёт уже, что ему яйки мешают. Говорит, хозяйка, убери мне яйки. Да, Куняш? Малыш. Вот, приехали, забирают, скоро вернут, и у Куняши жизнь наладится. Мне кажется, вот так печально. Он даже не знает, по-моему. Ну, пока не знает. Он вообще еще не в курсе, что он едет. Он пока думает, что его просто прикалывается с поводком, привычает к поводку. Кун, ничего. Все, последний твой день. Пока ты кот. Настоящий. Все, Куняша, прощайся. Куняша, прощайся. Ничего, так надо. А ты бедную миссу замучил красавицу нашу, так она уже не знает, куда от него. И он себя мучает, орёт постоянно. Он маленький мой. Вот у нас миссы будет со всем, чем надо. Мисс, главное, медить не будет. Да. Да, и медить не будем точно. По стране. С появлением в бабе в доме покой закончился. Ну все, давай, Куняша. Все будет хорошо.